Добрый вечер, дамы и господа. Реальное время на Финам-ФМ. Ну вот, тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она, конечно, касается абсолютно всех. ЖКХ для российского среднего класса. Решат ли проблемы саморегулируемой организации? Вот тема нашего разговора. И я вам представляю гостей, которые пришли сюда, в московскую студию радиостанции Финам-ФМ. Это Евгений Богомольный, заместитель председателя Комитета Госдумы России по собственности член фракции Единой России. Евгений Исаакович, добрый вечер. Добрый вечер. Это вице-президент финансовой корпорации «Открытие» Андрей Годунов. Андрей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. И это глава Ассоциации управляющих недвижимостью Денис Назаров. Денис Николаевич, добрый вечер. Вечер, добрый. Евгений Исаакович, а вот как с позиции ныне правящей партии? Все-таки реформа ЖКХ у нас где? Вот она. На какой стадии? То есть мы к чему-то вообще уже подошли? Там некий итог можно подводить? Или такое вяло текущее аморфное состояние? Ну, реформируем мы уже где-то примерно, наверное, с 92-го года. Скоро юбилей будем отмечать. Да, скоро юбилей. И, честно говоря, больших успехов пока, конечно, нет. Нету, потому что никто этот рынок не смотрит, не регулирует. Ни государство в первую очередь, ни сами собственники. Сами собственники, хотя их сегодня уже практически более 80% приватизированных квартир, еще слабо представляют вообще, что такое, что они приватизировали, и что такое вообще общедалевое имущество, общее имущество дома, что, оказывается, они должны за него отвечать. А это очень много всего. Это не только лестничные площадки, там, лифты, крыши, подвалы, стены, придомовая территория, но и очень достаточно сложный комплекс технический. Это газ, горячая вода, холодная вода, отопление, канализация. То, что называется инженерные сети. Это, во-первых, нашествие монополистов, начиная от федерального уровня, кончая региональными и муниципальными уровнями всюду. Практически все ресурсы, снабжающие организации, это всякого рода монополисты. Тарифы утверждаются на разных уровнях тоже. Понять, что такое тарифы, собственники слабо могут. В начале 90-х годов мы говорили, вот начнем платить 100% за коммунальные услуги, и тогда все будем в шоколаде, и все будет нормально. С того времени мы, наверное, уже три раза по 100% платили, но так до сих пор на 100% якобы и не вышли. Сегодня мы стараемся всеми законами постараться сделать так, чтобы всюду стояли приборы учета, чтобы собственники, ну, хотя бы сами экономили то, что они тратят. Вот не просто говорили, что много-много-много платим, но и принимали меры, чтобы уменьшить эти платежи за счет применения энергоэффективных технологий, за счет вот оприборивания. Но это тоже тяжело идет. Большую пользу оказал так называемый, сегодня его все знают, 185-й федеральный закон о фонде реформирования ЖКХ, который действительно показал, что можно собираться, можно создавать товариство со собственников жилья, можно разрабатывать проектно-досметную документацию на ремонт, и можно получать деньги, и можно получать ремонт. Сегодня уже в 2007 году был принят этот закон, первый год шла раскачка, а сегодня уже практически очередь стоит на желающих отремонтировать свои дома. То есть, на самом деле, вы обозначили массу позиций, массу переделов. Дело движется, но не теми темпами, которые хотелось бы, чтобы драйв получился. Поэтому и президент сказал, что надо как можно больше привлекать частный капитал. Для этого, конечно, надо создавать условия, чтобы частный капитал пошел. Какова позиция Евгения Богомольного, члена фракции «Единая Россия», зампредседателя комитета Госдома по собственности. Владимир Владимирович, я хочу ваш взгляд услышать. Я поясню нашим слушателям. Мы не просто Андрея Годунова пригласили, как вице-президента финансовой корпорации «Открытие», но и как человек, который как раз живет в таком достаточно престижном, я бы сказал, массиве жилом, и взял инициативу в собственные руки. Я правильно трактую? Два года назад мы вынуждены были попытаться взять инициативу, все еще не получается. А что так? В чем причина? Ну, вот всем хочется узнать, плачут ли богатые. Таки плачут. Плачут? В этом плане. Таки плачут. Потому что в нашем элитном комплексе является монополистом Донстрой. Ну, сейчас он уже, сейчас уже он другой у него владелец. Но суд не изменилось, да? Ну, пока да. Не изменилось. Два года назад мы создали инициативу группу, которая пытается создать ТСЖ. Но есть ряд определенных проблем в этом вопросе, на этом рынке. Нет четко прописанных правил, которые уравнивали бы игроков на рынке. Сейчас есть тренд внесения в измене ЖК. Возможно, это произойдет в ближайшем будущем. Тогда как-то изменится правила игры. Пока по факту застройщик сам себе назначает управляющую компанию. Он всячески ее переименовывает. В процессе продвижения стройки, в процессе сбора денег все время говорит о правоприемственности. Это нарушает тем самым жилищный кодекс. Никаких там выборов гласных к правилам компании нет. Никаких собраний жильцов, на которых бы что-то утверждалось, нет. То есть, собственники никак вообще влияют не могут. Да, собственники получают счета, по которым заставляют платить. Ну, если достаточно большое было количество людей, которые пофигенно были, ну, фирменный кодекс, нынче как-то сложнее. И буржуазия задумалась не только плакать, но и считать деньги. А потом все-таки как-то какую-то нормативную лексику применить. Противно за так отдавать свои деньги, какие бы и не были. Не понимаешь, какой это есть результат. Это как вот... Потому что управляющие компании относятся к жильцам, как управляющие... Называйте вещи своими именами. Ну, при отсутствии барина управляющие резицы в поместье. Так просто не крестья, если надо собрать, так как уж, конечно, услуги, это не важно. Приходится судиться. Выиграем суды, проиграем суды. Научились выигрывать суды. Приходится пытаться... Люди отказываются платить. Одно из вариантов протеста просто не платят. Ну, в этом... Такая позиция в суде проигрышная. Есть более хитрая позиция. Платят только за поставки монополистов. Тепло, электроэнергия и так далее. Фиксируется все это. Приводят с собой свидетелей в суд о том, что другие услуги не оказываются по охране и прочее. И суда выигрывают управляющие компании. И если сейчас на этом рынке не перейти к диалогу между правильной компанией и жильцами, и не выстроить правила правильной игры, ну, тогда, ну, как минимум, будем такую локальную, получим буржуазную революцию в более продвинутой части населения. Что неправильно. На самом деле... На самом деле, понимаешь, что позиция о том, что мы хотим нормального диалога, а там в основном менеджеры у нас в инициативной группе, мы понимаем, что это бизнес. Это бизнес. И в бизнесе просто надо установить правила. Мы собственники. Мы хотели, чтобы правила были ясные. Ясные, как формируется цена вопроса. Почему так, не так. Покажите, есть сдержки, покажите. То есть, подождите, они вам не разъясняют? Нет, они формально разъясняют. Ну, понимаете, например, присылают, что вот столько-то вы платите за уборку территории. Ребята, какой размер территории? А вы знаете, у нас БТИ 2005 года, и вообще у нас все время идет стройка, вот тут еще два корпуса строят, поэтому толку сказать не можем. Считайте, что вот это правда. Что вот столько-то такие, да. На веру, на веру. А вот это что у вас за пункт общей хозяйственной расходы? Ну, это вот на все про все у нас вот столько получается. А вот мы тут платим, что если сильно за охрану, то что-то каждые две недели меняется в силу несовминкомпетентности. Ну, вот такая охрана, вы знаете. Ну, да, мы им, конечно, платим 12 тысяч рублей в месяц. И они, конечно, им все по барабану. Хорошо, это Андрей Годунов. Денис Николаевич, каков ваш взгляд на это происходящее реформирование ЖКХ? Шампанское готовите к 2012 году? Да, 20 лет будем отмечать. До шампанского, я думаю, что у нас руки не дойдут. Работы достаточно много. Я хотел бы определиться в понятиях. Нет никакого ЖКХ. Нет жилищно-коммунального хозяйства. Есть жилищное хозяйство и коммунальное хозяйство. Услуги. Да. И все мы с вами понимаем, что вот коммунальное хозяйство – это энергетика. А жилищное хозяйство – это как раз собственники и управляющие компании. И вот здесь существует несколько фундаментальных проблем. Первый из которых – это коллективная структура собственности. Во всем мире примерно 95% жилья – это один дом, один собственник. И так было в дореволюционной России до того момента, когда большевики затеяли так называемую приватизацию. Когда мы в результате сейчас получили в одном доме 300 собственников. Так сейчас очень распространено в Нью-Йорке и в Чикаго, вот в городах американских, да, где достаточно высотное строительство развито. Там действительно один дом, один собственник. Да. 95% один дом, один собственник. И 5%, но там тоже другая структура собственности. И в этом смысле 300 собственников. И здесь возникает вторая проблема – отсутствие навыков самоуправления. Собственники не могут договориться. И вот в этом жилищном хаосе появились управляющие компании, которые четко понимают, что вход на этот рынок всего 10 тысяч рублей. Учредили предприятия, зарегистрировали и убедили собственников. Кто шире улыбается, кто доходчивее говорит, того и собственники выбирают. И в этом смысле появилось достаточно много злоупотреблений на этом рынке. И вот в этом жилищном и коммунальном хаосе, буквально мы начинали полтора года назад достаточно серьезный проект. Проект саморегулирования в сфере управления недвижимостью. Мы увидели те компании, которые пришли в этот рынок серьезно долго. Которые не собираются мошенническими действиями зарабатывать денежные средства. И вот на тот момент управляющие компании понимали, что каждая из них по отдельности вопросы решать не сможет. И они стали объединяться в саморегулируемой организации для представления интересов собственников и для защиты собственных интересов. И сегодня хочу сказать, что у управляющих компаний уже ответственность не 10 тысяч рублей, те, которые объединились в СРО. А вот по тому закону проекта, который сейчас будет рассматриваться Госдумой во втором чтении, ответственность саморегулируемой организации перед собственниками помещений в многоквартирных домах будет 10 миллионов рублей. Вот это реально материальная ответственность. Если что-то управляющая компания сделает не так, то любой собственник вправе обратиться к компенсационному фонду и получить возмещение. Продолжение следует...